Новые стандарты жизни в жилом комплексе Солнечный город Супер На кадрах трехлетней давности пивная на одной из челнинских остановок Нестационарный объект работал несмотря на нарушение закона Я здесь работаю, я пива не привожу, лицензии не получаю, логично За годы ситуация поменялась, к так называемым пивбарам претензий почти нет Закон нарушает точки продаж После проверки госалкогольной инспекции выяснилось Минимум 600 магазинов продавали спиртное в неположенное время Неблагополучная ситуация по острым алкогольным отравлениям То есть у нас произошел рост как в целом по отравлениям, так и по смертным случаям Принять действенные меры Одна из них борьба с контрафактом За годы заборота в Татарстане изъяли больше 9 тысяч литров паленки Это и суррогат водки, и коктейли, и даже пиво Кто-то может и не знать, что поставляют разливное пиво вот в таких вот бочонках На языке пивоваров, называемых кегами Пиво здесь надежно запечатано Его нельзя просто так открыть Но даже так, пиво подделывают В республике намерены с этим бороться Начать маркировать кеги На данный момент создана рабочая группа На базе республиканского комитета по алкоголю И мы включим своих специалистов И после этого будет уже определена техника, технология, процесс Будет ли это в отгрузке, либо будет на точках Пока же, по данным Роспотребнадзора, в Балтасинском и Черемшанском районах Количество смертей от отравлений превышено в 4 раза Вдвое в Алексеевском, Бугульминском, Дружановском, Тукаевском и Высокогорском районах Рамиль Шайдуль, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань Все новости дня Выпуски программы «Новости Татарстана» Программы и фильмы На сайте ТНВ.ру и на YouTube-канале ТНВ Подписывайтесь Программа «Новости Татарстана»